Срок ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях, на условиях социального найма, продлили до 1 июня. По мнению окружного правительства, это позволит жителям пройти перерегистрацию в более благоприятный период. Так, ямальцы смогут обезопасить себя от массового посещения учреждений в дни режима повышенной готовности. Тему продолжит Наталья Матюшкина. Введенный на Ямале режим повышенной готовности предусматривает ряд ограничительных мероприятий, в том числе отменяющих массовые скопления людей. В муниципалитетах на поручение губернатора отреагировали оперативно. В интересах жителей продлили срок ежегодной перерегистрации тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях, на условиях социального найма и найма жилья из жилищного фонда социального использования. По такому направлению в сфере жилищных отношений, как перерегистрация граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, данный период перерегистрации продлен до 1 июня. Далее, по направлению перерегистрации граждан, кто стоит у нас в очереди на переезд из районов Крайнего Севера, по программе сотрудничества, срок также продлен до 1 мая текущего года. Это касается категории пенсионеры и категории граждан, кто стоит у нас на данной очереди и при этом проживает в аварийном жилом фонде. Перерегистрация многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков, ведется по-прежнему до 1 апреля. На сегодняшний день документы предоставили 69 семей из 82. В целях обеспечения безопасности и выполнения профилактических мероприятий в период пандемии коронавируса, личный прием населения специалистами управления муниципального имущества временно ограничен. Дополнительно мы рекомендуем пользоваться гражданам дистанционными способами обращения. Это в первую очередь консультирование у нас производится по предварительной записи и производится оно в телефонном режиме. Все специалисты о необязательном порядке предоставят необходимую информацию в ходе телефонного разговора. Также прием руководителя управления тоже проводится в телефонном режиме. Документы при необходимости также можно в электронном виде, в сканированном предоставлять посредством электронной почты. Консультации по жилищным вопросам можно также получить посредством электронной почты управления муниципального имущества по адресу умисобакамуравленко.енау.ру или в социальных сетях. Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.